Платье для ведущей Ограничение для новичков. ГИБДД будет штрафовать начинающих водителей за езду без наклейки с восклицательным знаком. Прооперируют бесплатно. Уникальные операции на сердце научились делать в Нижнем Новгороде. Раньше подобные технологии были доступны только в столице. Огненная месть. Сотрудницы администрации в Балахне, которые борются с незаконными точками продажи алкоголя, сожгли автомобиль. Все ради любви. Аналитики подсчитали, сколько денег оставляют жители округа на сайтах знакомств и за что они готовы платить в двойном размере. На что потратить миллионы? Нижегородцы, получившие царские подарки от секретного миллионера, рассказали, как изменилась их жизнь. О главных событиях последнего рабочего дня я и мои коллеги расскажем вам прямо сейчас в эфире службы новостей «Город». Меня зовут Мария Зелинская. Здравствуйте. Итак, понятие «водитель с опытом и новичок» теперь четко разграничены правилами дорожного движения. Для тех, кто недавно сел за руль, вводится ряд ограничений, которые должны сократить число так называемых аварий по неопытности. Дополнительные ограничения для начинающих водителей введены постановлением правительства. Так, автомобилистам, чьим водительским правам еще не исполнилось двух лет, нельзя буксировать другие машины и перевозить крупногабаритные грузы. Также обязательной становится наклейка «начинающий водитель» на автомобиле. Ну и самый большой блок ограничений, это касается водителей мопедов и мотоциклов категории МА1 на возможность перевозки пассажиров. В принципе, наверное, это достаточно адекватная реакция законодателя и все общество на тему аварийности с участием именно мототранспорта. По статистике 2016 года, каждая 20-я авария в Нижегородской области происходила именно по вине неопытного водителя. Новые правила, по сути, должны существенно обезопасить обстановку на дорогах. Логика вот этих ограничений в том, что общество, оно, в общем-то, наверное, справедливо ждет от водителей вчерашних курсантов автошкол, ну, самого такого трепетного отношения к соблюдению правил дорожного движения, самых четких действий. И поэтому, когда водитель совершает там со стажем 1, 2, 3, 5 дней дорожного транспортного происшествия, это, ну, вызывает определенные вопросы, безусловно, и к системе подготовки водителя, безусловно, и к системе приема экзаменов. За нарушение новых правил предусмотрены административные штрафы в размере 500 рублей. Ограничения вступают в силу с 3 апреля 2017 года. Ну, а теперь к другим темам. В Нижегородской области сегодня впервые провели уникальную операцию на сердце. Ее исключительность в том, что замена клапана аорты проходит без вскрытия полости сердца и применения искусственного кровообращения. Такой способ оплантации наиболее подходит для пациентов в преклонном воздухе. Раньше за подобным лечением нижегородцы вынуждены были обращаться в федеральные сосудистые центры. Сегодня операции проводят специалисты нашего кардиоцентра. Кстати, эти вмешательства для жителей области бесплатные. Эта технология появилась только в 21 веке. Впервые такая операция выполнена в 2003 году во Франции. И сейчас она завоюет мир. Но она применяется не у всех пациентов, а только у тех пациентов, которым обычную операцию с искусственным кровообращением нельзя предложить. Есть люди старшего возраста, есть люди, страдающие сопутствующими заболеваниями, такими как почечная недостаточность, онкологические заболевания, сахарный диабет. Во многом благодаря таким операциям складывается общая картина борьбы с болезнями системы кровообращения. Так, по итогам прошлого года смертность от недугов этого рода снизилась на 18%. Мы продолжаем. Паводок выше нормы. По прогнозам специалистов, уровень воды в Нижегородской области может превысить безопасную отметку на полтора метра. От весеннего половодия могут пострадать сразу несколько регионов Приволжского федерального округа. Какие области находятся в зоне риска, знает Валерия Стародумова. Лера, тебе слово. Маша, превышение уровня воды до полутора метров ожидается в республиках Башкортостан и Чувашия, а также в Кировской, Саратовской и Самарской областях. Спонсор рубрики короткой строкой. Санаторий в центре города. Дом здоровья. Сейчас специалисты проводят профилактические мероприятия для безаварийного пропуска паводковых вод. Расчищают русла рек, укрепляют дно и прибрежные зоны водоемов. Кроме того, правительство Нижегородской области уже подписало ряд соглашений с гостиницами и пансионатами на размещение граждан в случае эвакуации. По оценкам специалистов, в ходе весеннего паводка затопленными могут оказаться 130 населенных пунктов Нижегородской области. С 1 июля вступают в силу изменения схемы движения транспорта в районе площади Горького. Движение по участку улицы Новой от площади Горького до улицы Ильинской будет разрешено только в направлении Ильинской. Именно въезде и выезде с улицы установят знаки «Одностороннее движение». Напомню, раньше был разрешен поворот налево с улицы Ильинской на Новую с ограничением в будни для грузового транспорта. 1 апреля в Нижегородской области начнется весенняя призывная кампания. Она продлится до 15 июля. Повестки получат около 3000 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. По словам сотрудников военкоматов, некоторые призывники проявляют завидное упорство и пытаются зачислиться на срочную службу еще до официального начала призыва. Уже сейчас на одно место в рядах российской армии претендует сразу несколько юношей. Кстати, количество уклонений от прохождения службы в Нижнем Новгороде сократилось с десятков случаев до единичных фактов. Более 20 скульптур творческой династии Рукавишниковых впервые представили в Нижнем Новгороде. Уникальная экспозиция открылась в историко-архитектурном музее на Верхневолжской набережной. Наим на выставке представлены как традиционные скульптурные композиции, так и предметы, выполненные в технике мелкой пластики из семейной коллекции этого рода. Работы в Нижний Новгород привез скульптор и продолжатель династии Александр Рукавишников. Он лично встретился с главой региона Валерием Шанцевым. А вот вчера вышла книжка новая про Митрофанов, которая как раз у вас, в которой у вас в Минеке, как раз вы все там так шикарно все. Я там был, знаете, когда мы с отцом строили памятник мистеру. Но там, честно говоря, плачевно. Сейчас я просто был поражен, насколько здорово. Потомок известного рода привез в Нижний Новгород новый альбом о творчестве Митрофана Рукавишникова. Кстати, жители столицы Треволжье увидят его первыми в стране. Выставка Рукавишникова в доме на Верхней Волжской будет работать до 30 июня. И на сегодня это все новости рубрики «Короткой строкой». Не переключайтесь. Многие с детства мечтают попасть на телеэкраны. Однако для того, чтобы осуществить свои желания, необходимы знания и навыки. Первый городской телеканал дает уникальную возможность нижегородцам стать чуть ближе к голубому экрану благодаря занятиям в школе телеведущих. И снова выпускной. Ученики Первого городского канала получили дипломы о прохождении краткого курса телевизионной подготовки. Почти два месяца они осваивали азы профессии и знакомились со спецификой работы по ту сторону экрана. Навыки, полученные в школе телеведущих, будут полезны не только в работе, но и в обычной жизни. Ценность занятий оценил даже самый юный ученик, восьмиклассник Федор Бывших. Поможет мне в общении с людьми. Если я захочу дальше продолжать, ну, дальше идти к своей цели, то есть стать журналистом, то мне это поможет при поступлении в какой-либо институт. С учениками школы телеведущих работают специалисты разного профиля. Занятия по дикции позволяют ученикам раскрыть широкий диапазон своего голоса, научиться говорить красиво и внятно, а также перестать бояться публичных выступлений. Представь, ты будешь далеко за пределами своей страны, поедешь на байке в этом безумно опасном трафике. После такой практики ученики попадают в реальные телевизионные условия. Они записывают появление журналистов в кадре в условиях студии, учатся не бояться камеры и не стесняться взглядов своих коллег. Тем не менее, как показывает практика, самым сложным и в то же время самым интересным ученики из школы телеведущих считают другое задание. Самым классным был псевдопромой эфир, потому что это такая экстренная ситуация, в которую в реальную жизнь ты вряд ли попадешь, а тут ты стоишь и понимаешь, что ты должен каждую секунду что-то говорить, говорить что-то связанное и понятно. И это было тяжело, но тем не менее, это, мне кажется, было самым запоминающимся и самым ярким. Ученики примерили на себя и роли ведущих службы новостей «Город». Как оказалось, уверенно держаться в кадре, говорить выразительно и правильно, расставлять акценты – это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вы смотрите служба новостей «Город». С вами Екатерина Гурьева. Здравствуйте. Фестиваль «Артовская кукла страна Кукляндия» проходит в Нижегородской области уже седьмой раз. Работа кипит и в объективе камеры, и за кадром. Преподаватели школы телевидения стараются разнообразить учебную программу. Одно из нововведений последнего набора – изготовление собственного новостного или рекламного сюжета. Кстати, весь процесс ученики проходят самостоятельно, пишут тексты, снимают и даже монтируют. Поэтому проблемы с лифтами в новостройке, которые начались почти сразу после въезда новоселов, вызывают много вопросов. Совсем скоро эти материалы будут выложены на зрительское голосование в группу нашего телеканала ВКонтакте. Лучших выпускников школы телеведущих вы сможете увидеть в эфире «Первого городского» в качестве ведущих прогноза погоды. А мы открываем новый набор. Если и вы хотите стать на шаг ближе к телевидению, записывайтесь на занятия в школу телеведущих по телефону 291-3137. Ну и дали информацию от наших партнеров. Мы прервемся ненадолго. И вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Огненная месть. Сотрудницы администрации в Балахне, которые борются с незаконными точками продажи алкоголя, сожгли автомобиль. Все ради любви. Аналитики подсчитали, сколько денег оставляют жители округа на сайтах знакомств и за что они готовы платить в двойном размере. На что потратить миллионы? Нижегородцы, получившие царские подарки от секретного миллионера, рассказали, как изменилась их жизнь. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. 22-летний нижегородец свел счеты с жизнью после ссоры с супругой. Об этом сообщает информационное агентство «Время Н» со ссылкой на источник в силовом ведомстве. Согласно информации, молодой человек вместе с женой был в гостях. Между супругами вспыхнула ссора, после чего мужчина выпрыгнул с 12-го этажа. Шансов выжить при таком падении не было никаких. Другие происшествия города и области в рубрике «Место происшествия». Спонсор рубрики «Место происшествия» – служба общего оконного сервиса. Вот так в открытую, не стесняясь ни прохожих, ни тем более камер наружного наблюдения, мужчина поджигает автомобиль, ставит канистру с горючим на капот и просто кидает спичку. ЧП произошло в Балахне прямо у здания администрации. К слову, в огне уничтожена машина одной из сотрудниц, которая занималась борьбой с незаконными точками продажи алкоголя. Накануне происшествия был проведен рейд, поэтому вполне возможно, акт поджога – ничто иное, как месть балахнинских бутлегеров. В настоящее время подозреваемый задержан. Подозреваемый – это житель Балахнинского района. Ему 34 года. Ранее был судим. Злоумышленник в содеянном признался. Трасса М7 унесла жизнь человека. Жуткое по последствиям ДТП произошло в половине четвертого утра. По информации ГИБДД, 31-летний водитель фуры «ДАФ» врезался в грузовик, стоявший на обочине. Водитель фуры, житель Белоруссии, погиб на месте. Учитывая время, когда произошла авария и ее обстоятельства, не исключена версия, что шофер уснул за рулем. Житель Москвы, сам того не желая, едва не разрушил автобусную остановку в деревне Стечино Сосновского района. Водитель 89-го года рождения не справился с управлением и влетел в деревянное строение. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Пассажир авто была госпитализирована с переломом позвоночника. А теперь к другим темам. 997 обращений потребителей по делам, связанным с нарушением их прав в сфере финансовых услуг, поступило в региональное управление Роспотребнадзора в 2016 году. 69% жалоб касаются банковских услуг, 21% – страховых, 7% потребителей имеют претензии к микрофинансовым организациям. Основной причиной обращений граждан в сфере банковской деятельности продолжает являться включение в договор условий, ущемляющих права потребителей. Тему денег и банков продолжит рубрика «Финансовые новости». Спонсор показа «Финансовые новости» – кредитный потребительский кооператив «Центральный сберегательный». Почти на 3 миллиарда рублей увеличен дефицит бюджета Нижегородской области на текущий год. Расходы составят 142 миллиарда 812 миллионов рублей. Среди них – закупка мебели и оборудования для первой больницы, подготовка к чемпионату мира по футболу, растерение жильцов треснувшего дома в Дзержинске и многое другое. Продукты дорожают в Нижегородской области. Так, в период с 15 февраля до 21 марта выросли цены на картошку, морковь, мороженую, рыбу и хлеб. При этом более всего подорожала мытая морковь – на 16,72%. А вот стоимость мяса, например, говядины, осталась почти на том же уровне – цена увеличилась всего на полпроцента. При этом на продуктовом рынке есть и хорошие новости. Стоимость некоторых товаров, наоборот, поползла вниз. Например, гречка подешевела на 11%. Жители Приволжского федерального округа – самые активные и платежеспособные посетители сайтов знакомств. Портал Яндекс.Деньги выяснил, что за год их средний чек вырос аж на 40% до 533 рублей. Это самый высокий показатель по России. Обычно на таких площадках люди тратят деньги на платную подписку, вип-статусы, размещение в топе, продвижение анкет, комплименты, подарки и режим «невидимка». По данным Центробанка, курс доллара на 1 апреля составляет 55,96 рубля, Курс евро – 59,81 рубля. Стоимость барреля нефти марки «Бренд» – 52,69 доллара. Один из богатейших людей России, миллионер и меценат Дмитрий Волков, несколько дней провел в Нижнем Новгороде в образе бездомного. А по завершении эксперимента участник шоу «Секретный миллионер» отблагодарил тех, кто бескорыстно пришел ему на помощь в это непростое время. Общая сумма подарков – 12 миллионов рублей. Среди тех, кого предприниматель озолотил, выставочный комплекс «Арсенал», местный чудак дяди Леши и даже бармен стрип-клуба. Наш корреспондент Натул Галеев узнал, как изменилась жизнь нижегородцев после отъезда миллионера. Пять дней выживания в абсолютно незнакомом и по-февральски холодном городе. Миллионер Дмитрий Волков решился на некоторое время отказаться от привычного образа жизни и принял участие в проекте одного из федеральных каналов. Суть шоу – надеть маску бездомного и отправиться в случайный город, выбранный продюсерами, чтобы попытаться продержаться там почти неделю самостоятельно или с помощью добрых людей. Дешевая одежда, одна тысяча рублей, сумка «Мечта оккупанта» и все. Поезд «Москва-Нижний Новгород» именно с перона и начинается эпопея в образе бездомного. Долгожданная свобода. Первым местом, куда мужчина решил отправиться в поисках заработка – завод тепло- и звукоизоляционных материалов. Здесь же нищий миллионер заработал свои первые деньги на Нижегородской земле и нашел ночлег в одну из холодных зимних ночей. Проработал Дмитрий здесь меньше смены, но те 200 с лишним рублей, что он получил, его очень выручили. Отблагодарил же он поистине щедро. Своей напарнице Екатерине он подарил цветы и полмиллиона рублей. Это 500 тысяч рублей? Что, шутится? Нет, слушайте. А? Это настоящее. Держите, только сейчас развалится это все. Большая перекрестная 44. Зеленый частный дом буквально пестрит различными игрушками. Многие нижегородцы знают, что здесь живет наш городской чудак – дядя Леша. Дмитрий помог дяде Леше, почистив снег, а взамен получил пищу духовную, шутки-прибаутки и рассказы о лихой молодости. Миллионер в долгу не остался и в конце программы отблагодарил. Правда, весьма своеобразно дядю Лешу. Самый главный подарок, как напоминание о молодости, фотосессия с моделями. Такой роскоши на Большой Перекрестной не видели, пожалуй, никогда. У них такие лавочки, там цыточки, красивые резиночки, а там красненькие такие, пестренькие. Это вообще шедевр. Еще одним нижегородцем, который протянул руку помощи Дмитрию, оказался бармен стрип-клуба. Ему миллионер подарил 300 тысяч рублей и недельный круиз на своей личной яхте. Я очень благодарен тебе за то, что ты был моим наставником, когда у нас гость ушел, и там было 4,600. Я перевел это в доллары. Это небольшой подарок. Молодой человек уже потратил подаренные деньги на покупку машины и годовой абонемент в спортзал. О круизе, в который он должен отправиться вместе со своей коллегой Василисой, пока ничего не известно. Зато Аника Балян, пиар-специалист выставочного комплекса «Артенал», мимо которого Дмитрий, как большой ценитель актуального искусства, пройти никак не мог, подарком воспользовалась. Миллионер подарил ей поездку в Париж, в центр Помпиду, с персональной VIP-экскурсией. Семь дней девушка погружалась в жизнь и атмосферу французской столицы. Самому же «Арсенал» бизнесмен пожертвовал 2,5 миллиона рублей. Правда, его сотрудники пока не разглашают, на что будет потрачен такой подарок. Еще одним местом, где приютились секретного миллионера, стала мастерская «Тихая» в центре города, на улице Ульянова, 4Б. Здесь Дмитрий Волков познакомился с нашим нижегородским художником Артемом Филатовым. Художника почти сразу стали терзать сомнения. Бездомный оказался настолько осведомлен в области философии и искусства, что чуть не раскрылся. Когда же маски были сброшены, удивлению всех художников в мастерской «Тихая» не было предела. Самый последний день, когда я должен был встретиться с Дмитрием, на самом деле меня вызвали в мастерскую, чтобы я дал интервью для оператора. Дал нам на то, чтобы мы могли содержать мастерскую 750 тысяч рублей. Мы планируем точно потратить часть суммы на то, чтобы содержать мастерскую один год, а вторую часть суммы, наверное, мы потратим на то, чтобы провести выставку в здании бывшего музея Нижегородской интеллигенции этой осени. Вся эта история больше напоминает библейскую притчу, когда бедный помогает бедному, а богач, наоборот, прогоняет поросящего. Только вышло все наоборот. Богач помог именно тем, кто в этом, по его мнению, нуждался. Но, пожалуй, самое главное, Дмитрий Волков успешно размечал миф, что для миллионеров жизни за центром Москвы нет. Разговоры о международном песенном конкурсе Евровидения не утихают. Для тех, кто не в курсе, напомним, что участницы от России Юлии Самойловой запретили выступать на Украине, потому что, когда Крым стал нашим, она якобы незаконно пересекла границу. За нашу певицу в соцсетях вступилась нижегородская супермодель Наталья Водянова. Какой отклик получила ее обращение, расскажем в обзоре социальных сетей. Наталья Водянова создала петицию в поддержку Юлии Самойловой. Свои подписи за то, чтобы Россию допустили к участию, за несколько дней подписали больше 90 тысяч человек. Супермодель поддержали те, кто также считает, что песенный конкурс не место для политических игр. Кстати, организаторы музыкального соревнования уже подумывают о том, чтобы запретить Украине проводить Евровидение 2017. Украинская группа «Грибы» сняла клип на песню «Тает лед», который посмотрели уже 29 миллионов человек. Нижегородцы не остались в стороне и записали не просто кавер, а свою версию, переделав слова. Съемки прошли на льду, на покровке, в метро и в новостройках. Достроенных и нет. В ролике молодые ребята показывали паркур, трюки и зажигательные танцы. Солнце светит нам с тобой, нам подарено счастье судьбой, разожги в себе огонь, если хочется петь допой. На этом концерте огня было немало. Певица Линда вместе с нижегородцами спела хиты родом из 90-х. Многие поклонники музыкантов делились впечатлениями. Вот бы такое счастье оказаться прямо перед сценой, случилось бы лет 15 назад. Ну и далее наш эфир продолжит традиционный опрос. Мы спросили нижегородцев, какие хорошие события произошли в их жизни. Недавно ездил в Тайвань, мне все очень понравилось. Я бы остался там жить. Во-первых, то, что каникулы начались, во-вторых, сезон закончился хоккейный. Мы закончили на хорошей ноте, вышли в плей-офф. Ну, хоть и не очень хорошо сыграли в плей-офф, но это хорошо было. Ребенок родился. Это самая замечательная новость. Нам годик уже. Ну, самое яркое и не забываемое событие в жизни – это рождение нашего ребенка, нашей дочки. Ну, в корне ходил с друзьями в бар, натанцировался от души, все понравилось. Меня недавно повысили, я очень рад. И все замечательно. Солнце светит, хорошая погода, красивые девушки. Вообще классный город. Ну, и в конце выпуска о погоде Юлия Карабасова расскажет, какой прогноз дают синоптики на завтра. Спонсор прогноза погоды – меховая фабрика «Елена Фурс». «Елена Фурс» – лучшие шубы России. В народе 1 апреля дарья грязная. Считалось, какая погода в этот день, таким и октябрь будет. Но, по прогнозам синоптиков, в субботу днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 2 градуса. Пасмурт для погоды вечером сохранится, похолодает до ноля. И на этом наш выпуск завершен. Мы желаем вам отличного настроения, только хороших новостей и до встречи в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова